В мире ежегодных блокбастеров и технологических демок нам остро не хватает игр, которые вызывали бы различные эмоции. И одна из них нашлась. Новый проект от студии Giant Sparrow. What Remains of Edith Finch играет на самых различных эмоциях. Вызывая у вас то грусть, то радость, то очень странные ощущения. Ну а какой в итоге получилась игра, мы сейчас с вами и посмотрим. Когда вам говорят, что игры это гимн насилия и просто бездарная трата времени, покажите им новый проект от компании Giant Sparrow. What Remains of Edith Finch. Вторая по счету работа студии продолжает использовать наработки Дэн Финиш Цвонн, вознося искусство визуального отображения на ранее недостижимую высоту. История семейства Финчи не только переносит вас в мир удивительных фантазий, мистических происшествий и просто странного стечения обстоятельств, но и делает это с невероятным художественным напором, заставляя ощущать какие-то особенные и глубоко личные переживания. В центре повествования молодая девушка Эдит, которая возвращается в семейное поместье, хранящее тайны четырех поколений Финчи. Дом, который перестраивался бесконечное количество раз, словно нераскрытая книга, готов поведать своей гости страшную правду о родовом проклятии и несчастьях, обрушившихся на когда-то успешную семью. Каждая комната в этом особняке служит нетронутым временем мемориалом ее прежнему владельцу, раскрывая вам странные обстоятельства его смерти через серию неожиданных и очень ярких образов. Авторы весьма умело используют тайный механизм, неожиданные проходы и связки, чтобы построить свой собственный фантастический мир, где буквы складываются во фразы и улетают в воздуховод, а маленькая девочка становится ловкой кошкой, пытаясь бежать из запертой на ключ комнаты. Каждая новая история не похожа на предыдущую, заставляя вас поражаться фантазией разработчиков, которые через ваше участие принуждают обыкновенные вещи играть роковую роль в жизни очередного обитателя странного дома. Ожившие игрушки в ванной маленького ребенка, стремящиеся в небо качели, воздушный змей, захватывающий дыхание путешествия в роли неведомого чудища или ролевая игра в разделочном цехе консервного завода, являются частью полотна истории, которая переплетает работы Стивена Кинга и «Сто лет одиночества» в причудливый узор современного цифрового арт-объекта. И хотя в игре нет головоломок, точки переходов подсвечены на экране, а маршрут заранее прописан, «What Remains of Edith Finch» настолько приковывает ваше внимание, что вы просто не обращаете внимания на ограниченность представленного выбора, наслаждаясь проектом как полноценным интерактивным фильмом, в котором вы принимаете самое непосредственное и важное участие. Создатели активно манипулируют вашими эмоциями, делая небольшие истории членов семьи Финчи чем-то большим, чем просто красивые иллюстрации к хоррор-новели о семейном проклятии. Но в этой многослойной сказке нет ужаса или депрессии, скорее наоборот, вы испытываете восхищение, радость и удивление от уникальных аллегорий, принимая судьбы персонажей как нечто неизбежное. Поэмы, письма, дневники, несущие на себя отпечаток прежних владельцев, их уникальные комнаты с личными предметами отлично передают их характер, делая погружение еще глубже. Графический Эдит Финч выглядит потрясающе не только из-за игры со шрифтами, визуальных эффектов или постоянного поиска уникальных стилистических находок, но и удачного использования последних технических достижений движка Unreal Engine 4. При этом она работает в стабильных 60 кадрах в секунду на ПК. Музыкальное сопровождение от композитора сериала Fargo, Джеффа Руссо, дополняет общую атмосферу, наполняя историю новыми эмоциональными смыслами. Мы сильно переживали, что новый проект от Giant's Peril будет чем-то вроде очередного Gone Home, но, как оказалось, между этими играми лежит пропасть, как между старым ржавым трактором и Мерседесом. Это маленькое произведение искусства, облеченное в современную цифровую форму. Два часа, проведенных в нем, стали одними из самых ярких, насыщенных и эмоционально глубоких в нашей игровой жизни. What Remains of Edith Finch действительно настолько великолепна. Спасибо за просмотр. Оценивайте, комментируйте, следите за нашим каналом, чтобы получать свежие обзоры и заходите на сайт. Играйте и наслаждайтесь с нами на gamemag.ru Субтитры подогнал «Симон»!